Здравствуйте! В эфире в студии НОР-ТВ молодежные новости. И я, Олеся, расскажу вам о главных событиях этой недели. В этом выпуске вы увидите. Вечерняя лыжная гонка в Нарве. Татьяна Недельнарском колледже. А также концерт, посвященный Владимиру Высоцкому. 24 января в Нарве прошла вечерняя лыжная гонка, которая проходит в Нарве уже пятый год подряд. Подробнее об этом событии смотрите в репортаже. Традиционно спортивное лыжное состязание в пятый раз состоялось 23 января в среду на оздоровительных трассах Ореховой горки. Множество спортсменов собралось к вечеру помериться силами и показать свое мастерство. Посмотреть на забег также пришли и зрители. В основном это были родственники или знакомые самих спортсменов. По словам организатора мероприятия Владимира Вшивцева, возрастные рамки участников, пришедших на лыжный забег, были довольно широки. Младшим любителям лыжной езды едва ли исполнилось 10, а старшему около 75 лет. Забеги на дистанции делились по 15 возрастным категориям. Младшей возрастной группе необходимо было пройти дистанцию длиной всего в 1,5 километра. Остальным необходимо преодолеть 4 километра и основная дистанция равнялась 6 километрам. Абсолютную победу на дистанции 6 километров в этом году одержал Пеп Кивил из Яхви. За ним следует Виктор Шимарин, Нарский лыжный клуб «Экке» и 3-й Александр Хлобыстин, Селомяевский лыжный клуб. На дистанции 1,5 километра лучшими среди мальчиков 10 лет и младше стали Егор Макарев, Кингисепп, Андрей Зерихин, Кингисепп и Денис Матвеев, «Экке» СК «Энергия». Моё мероприятие набирает популярность среди любителей здорового образа жизни, среди любителей лыжного спорта. Сегодня участвуют спортсмены в основном из Нарвы, из Яхви. И у нас первый раз на этом мероприятии гости из Кингисеппа. Это федерация лыжных гонок и биатлона города Кингисеппа. «Необычно то, что, наверное, она проводится вечером. И в Нарве, именно в Нарве, может быть, необычно. Лыжные освещенные трассы – это традиция, наверное, всех скандинавских стран. Мероприятие проводится именно с целью популяризировать спорт среди молодежи, среди взрослых. В принципе, я думаю, нам это удается». В пятницу, 25 января, студенты Нарвского колледжа Тартовского университета начали вечернее шествие, посвященное Татьяниному дню. Подробнее смотрите в репортаже. Каждый год с началом нового семестра, когда хлопоты зимней сессии позади, студенты Нарвского колледжа Тартовского университета празднуют Татьянин день. Не исключением стал и этот год. 25 января состоялось праздничное шествие с факелами. Все это сопровождалось посвящением в студенты-первокурсников. Отличительной особенностью посвящения в студенты в колледже Тартовского университета является то, что каждый год в студенты посвящаются не только сами первокурсники, но и какое-нибудь строение, либо памятник. В этот год церемонии посвящения подверглось само новое здание колледжа. Директору Катри Райк вручили большую кепку с символикой Тартовского университета. После шествия и посвящения студенты продолжили празднование. Это день всех студентов, но, естественно, самыми главными героями первокурсники, потому что сегодня они получают свои куражки и становятся настоящими студентами. Если преподаватели умные и внимательны знают про нашу магию, то отберут ее. Я понял, что такое зачет и что нужно преподавателям. Мы в Эстонии единственные, кто празднует Татьяне День. Так что, отлично. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 26 января в Доме культуры Ругадив прошел концерт, посвященный 75-летию Владимира Высоцкого. О том, что именно происходило, смотрите в аэропортаже. 26 января в Доме культуры Ругадив прошел концерт, посвященный памяти советского поэта, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого. Свое первое стихотворение «Моя клятва» Высоцкий написал, будучи учеником 8 класса, 8 марта 1953 года. Спустя 11 лет Владимир поступил на работу в Московский театр драмы и комедии на Таганке, где проработал до конца жизни. За свою карьеру поэт написал свыше 100 стихотворений и около 600 песен. На этом все. А мы желаем вам успехов и хорошего настроения. С вами была Олеся. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!